Дорога жизни Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск программы «Детали дня» в студии Екатерина Тонких. Сегодня, будничное утро нашего города, началось с визита Александра Мишарина. Губернатор лично проверил реализацию проекта по строительству трассы Екатеринбург-Тюмень, имеющий федеральное значение. На встрече Мишарина с чиновниками определилась и окончательная дата пуска новой трассы. Детали в сюжете. Нужна дорога? Дорога будет. Дорога нужна? А то мне все рассказывали, что не надо ее. Ну да. А у нас это дорога жизни. Дорогой жизни для Заречного станет новая строящаяся федеральная трасса Екатеринбург-Тюмень. Здесь начинается первый пусковой комплекс автодороги особого значения. Дальше она протянется на 26 километров и пересечет знакомую горожанам дорогу на Мизенское. Нам надо обеспечивать и развитие города, и строительство четвертого блока, пятого блока развития бизнеса. Связка с центром, связка с короткой, с аэропортом Кольцово, с железнодорожными основными узлами дает дополнительные конкурентные преимущества уже городу с точки зрения развития производства. Строительство этой дороги началось еще в 1989 году. В связи с финансовой ямой проект был заморожен на 20 с лишним лет. Запустить реализацию его удалось в марте прошлого года. В эти дни строительство автодороги идет активно, уверил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Геннадий Маренков также пообещал губернатору, что уже в августе жители Заречного до Екатеринбурга будут ездить напрямую. На строительство дороги особого значения только в этом году выделено более 780 миллионов рублей. Этих денег должно хватить на открытие первого и второго пускового комплекса. Последний протянется до самого Азбеста уже к началу 2012 года. А на пересечении новой трассы с дорогой Заречной-Мизенской построят двухъярусную развязку. Проблема вот здесь у нас развязок нет. И они нет в составе проекта. Проблема в том, что дороги интенсивные, а развязок нет. Сегодня с ГАИ решаем проблемы, пока работаем. Подходящую для безопасного движения развязку проектировщики уже нарисовали. Для ее реального строительства требуются дополнительные средства. Губернатор проблемы не увидел, сказал подготовить проект для согласования. Всего визит губернатора длился не более получаса. Раздав поручения, Александр Мишарилд продолжил свой путь по территориям Южного управленческого округа. В наш город глава региона пообещал приехать в августе. По новой дороге. Екатерина Тонких, Денис Анисимов. Детали дня. Две зареченские школьницы организовали субботник на берегу Белоярского водохранилища. Девятиклассницы в интернете собрали инициативную группу сверстников, чтобы в празднике очистить детский пляж от бутылок и битых стекол. Мы как-то раз сидели на лавочке и думали, что бы сделать хорошего. И решили, надо собрать народ и пойти прибраться. В этот же вечер мы пришли домой, создали группу ВКонтакте и начали активно приглашать друзей. Друзья от друзей и так далее. В интернете на субботник пообещали прийти более 300 человек. На деле добровольцев оказалось 27. Еще несколько неравнодушных присоединились к ребятам во время акции. Откликнулся и один из предпринимателей. Снабдил инициаторов мешками и организовал вывоз мусора на свалку. Общими силами убрали около 250 пакетов с мусором. Теперь фотографии субботника ребята выложат в социальной сети. Это будет достойный пример того, как можно сделать город чистым своими руками. Началось все в 11 часов и до 3. То есть 4 часа мы прибирались. После выпускного, думаю, продолжить наше дело, так как после выпускного всегда много мусора. Классика восточного кинематографа. Неделя остается до открытия в Заречном 4-го фестиваля японского кино. За три дня зрители смогут увидеть несколько картин режиссеров с мировым именем. От Юкио Мисима до Кейти Хаара. Фестиваль стартует 12 мая с фильмом «Куэйю». Это трогательная история об озорном щенке. Также гости фестиваля смогут увидеть фантастическое кино о мифическом существе и трагическую драму «Пламя» о жизненных перипетиях начинающего монаха. В заключительный день фестиваля откроется акция «Хрупкая красота Японии» в поддержку пострадавших от землетрясений и цунами. Здесь каждый сможет приобрести снимки, сделанные в Японии фотографами из разных стран мира. Ожидается, что вход на аукцион, так же, как на все фильмы, будет свободным. К слову, сегодня фестиваль японского кино начал работу в Екатеринбурге. В выходные в Заречном прошло необычное состязание – фотокросс. Участники должны были сделать на улицах города снимки на разные темы. Посоревноваться фантазией оригинальности собралось 17 любителей фотоискусства. Об отражениях и противоположностях глазами фотографов – Мария Морозова. Сегодня в студии «Стоп-кадр» собралось почти два десятка истинных поклонников фотоискусства. Повод для встречи – фотокросс. Для города затея новая, а для фотографов – уникальная. Ровно в 11 участники получают задания и отправляются на поиски необычных сюжетов. Отражение, противоположности, движение, весна и мир предметов – вот с какими темами придется поэкспериментировать участникам фотокросса. Старт объявлен. Команда фотографов с необычным названием «Коп Козульский» определяет план действий и уже вносит первые предложения. Мы сейчас сначала проедемся по городу, просто подумаем, на чем можно зацепиться. В поисках кадров команда отправляется на берег водохранилища. Именно здесь рождаются первые снимки на тему «Весна на Зареченских улицах». Объектом съемки Алена предлагает сделать распустившиеся почки вербы. Вот отсюда нам. Долые ветки и почки, и у тебя солнышко. Данил Козловский. Участники команды называют его генератором идей-фантазером. Пока Алена и Саша ловят необычные кадры, он продумывает содержание следующих снимков. Однако поиск на тему отражения дается нелегко. Здесь должен быть глубокий смысл, говорят фотографы. Выход находится сам собой, когда они встречают большую семью. Здесь это как продолжение, в том же смысле отражение своих родителей. Мне кажется, это с глубоким смыслом, не просто какая-то природа, отражающаяся в воде. В подобных состязаниях Алена участвует впервые. Фотокросс – это отличная возможность испытать свои способности и фантазию, признается начинающий фотограф. Более того, девушке нравится быть героиней сюжетов. Например, в теме противоположности она сыграла главную роль. Вот, нормально, стой так. Не двигайся. Замри. Фотоидея вообще, если в масштабах России брать, то она не новая. Она уже существует очень давно. Я также, ходя на фотофорумы, увидела, что это существует в многих городах также Уральского региона. И мы решили с подругами организовать здесь у нас Заречном. Приехали в стоп-кадр, нас поддержали наши учителя. На «Всё про всё» участников было 5 часов. На каждую тему по одному снимку. Команду Коп-Козульский победа обошла стороной. Первое место они не заняли ни в одной номинации. Начинающие фотографы не расстраиваются. Они попытают удачу снова. Организаторы обещают – фотокросс в Заречном станет новой традицией. А вот самой юной участнице конкурса вручили спецприз. 9-летняя Софья Будко уверена – участие в фотокроссах поможет ей стать успешным фотографом. Просто хотелось как-то новое узнать что-то, чтобы тоже научиться фотографировать, чтобы друзей фотографировать, чтобы поехать куда-то и что-то там сфотографировать красивое. Побороться за победу ещё раз Соня попробует уже на детском фотокроссе. Состязание для юных фотографов организаторы планируют провести 15 мая. После двух лет затишья старый новый рок снова прогремит в Заречном. Один из самых больших рок-фестивалей России пройдёт на базе «Волна» в первые дни июля. За это время сыграют такие хедлайнеры, как «Чаев», «Пилот» и «Смысловые галлюцинации». Помимо уже нашумевших исполнителей будут и молодые, малоизвестные команды. На участие в фестивале уже подано 126 заявок. Среди них есть и зареченские музыканты. На базе «Волна» расположится несколько сцен для различных направлений музыки. Гости фестиваля все три дня смогут жить в палаточном городке. Отметим, что пятый по счёту старый новый рок состоится при поддержке фонда Ельцина. Кто и на чьи деньги будет строить Наукоград? Как связан открывшийся недавно Центр развития Заречного с предстоящими выборами? На эти и другие вопросы в программе «Тема дня» отвечает руководитель Центра Олег Корчагин. Также гость студии расскажет о первых шагах Центра развития Заречного, о своём отношении с властью и о фильме, который будет снимать в нашем городе один из известных режиссёров. Честные ответы на самые актуальные вопросы смотрите завтра в программе «Тема дня», сразу после экспресс-выпуска новостей. Люди и явления вашей городской жизни. Всё том, и мочевого не можете пройти. Все те, о ком вы говорите. Становитесь участником нашей команды. Сообщайте новости. Наш телефон 7 11 72. Адрес сайта зар-тв.ру. И это все детали на сегодня. Увидимся уже завтра на канале Заречный ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова